21 февраля Игорь Левитин, помощник президента Российской Федерации, в рамках рабочего визита в Казань посетил наш вуз, чтобы пообщаться со студентами и ответить на волнующие их вопросы. Незадолго до встречи с активистами университета Игорю Левитину вручили знаки отличия к званию почетный доктор Казанского университета. Ректор вуза Ленар Сафин отметил активную работу государственного деятеля, направленную на решение самых сложных задач, в том числе в научно-образовательной сфере. В свою очередь Игорь Левитин, обращаясь к руководству вуза и к членам Академической комиссии ученого совета КФУ, подчеркнул, что для него является большой честью принять столь высокое звание в одном из лучших университетов страны. В общем, когда Ленарий Иванович пригласил первый раз, мы походили, я посмотрел ваши архивные материалы, все разработки, посмотрел ваш музей и понял, что, конечно, мы очень много недооценивали науку. Это не только касается вашего университета, он лежит на полках разработок, мы как-то делаем, степень получил, положил на полку, а практика не выходит. Сразу после торжественной церемонии награждения Игорь Левитин и Евгений Москвичев, председатель комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, проследовали в Белый зал Казанского университета для встречи с активистами вуза и молодыми учеными. Они задавали самые разные вопросы не только об общих впечатлениях гостей от столицы Татарстана, но и о предстоящих проектах в области транспорта и спорта, а также молодежной политики. Гости, в свою очередь, делились с присутствующими частью личного опыта, рассказали о своем прошлом и планах на будущее. Кроме того, они отметили, что Казанский федеральный университет всегда славился своими научно-педагогическими кадрами, явил миру целую плеяду ученых, внес значительный вклад в развитие отечественного образования и науки. И сегодня вуз находится в числе лидеров, обеспечивая России устойчивый социально-экономический рост и научный прогресс. Хочу сказать, что в университете я действительно первый раз. Я не ожидал, что у него учатся 52 тысячи студентов, честно говоря. Я понимаю, сколько еще. Не мучаются, а учатся. О, а я сказал. Я не ожидал, честно говоря. Это город. Это город. И самое основное, это город молодежи. Молодежь, которая всегда задает тон. Молодежь, когда всегда не боится спрашивать. Также Игорь Левитин поздравил коллектив Казанского федерального университета с предстоящим 220-летним юбилеем. Грандиозным, по его словам, и значимым событием, которое предполагает проведение масштабных мероприятий, а также инфраструктурные изменения. Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Универ Новости.